Приветики мои котята, с вами Брика и добро пожаловать в WildCraft. Сегодня мы будем играть за гориллу, как вы могли уже заметить, и пойдем мы скорее всего в дикие степи для того, чтобы выполнить квесты. Да, я решила все-таки выращивать малышей. У меня будет полная семья взрослых горилл, очень сильных горилл. Я надеюсь, что их смогу достаточно сильно прокачать. Как вы видите, я уже прокачала, потому что мне там нужно было выполнить некоторые задания, и я эти задания выполняла на гориллах. И у меня есть маленькая еще обезьянка, мы ее сегодня тоже будем выращивать, и я надеюсь, что у нас появится еще один детеныш в семье. В одном из прошлых видео я просила вас придумать имена для моих горилл. Спасибо большое, что вы откликнулись, я выбрала несколько вариантов. Давайте сейчас переименуем папу. Папу будут звать Сэм. В основном вы предлагали имена из фильмов, Кинг-Конг, Тарзан и так далее. Ну, я решила все-таки по фильмам не называть, а сделаем это все в разброс. Так, Сильвер у нас теперь тоже переименуется девочкам. Ее мы назовем Гердой. Правда, тоже из фильма, но оно не ассоциируется. Этот фильм не ассоциируется с гориллами. Мне просто имя нравится по звучанию. Так, отлично. Маму мы назвали, и, конечно же, мы сейчас назовем нашего детеныша, нашего малыша. Это будет Кага. Я, правда, не знаю, как правильно писать это имя через К или через С. Ну, напишем вот таким образом. Отлично. Малыш у нас тоже переименован. И давайте еще, кстати, маму приоденем, а то у нас папа одет, а мама что-то как не очень. Нужно ее тоже одеть. Так, выберем для нее какое-нибудь одеяние. Ну, я не знаю, что-нибудь такое красивое, редкое, да? Можно вот так. Нет, давайте вот так. И какой-нибудь кулончик, да, наверное, скорее всего, повесим. Здесь очень классный. Или масочку. Нет, кулончик, это же одежда была. Я уже все поперепутала. Где же кулончики, как одежда, да? Может быть, все-таки вот такие бусики? Наверное, так, да? И так, так, так. И масочку поищем сейчас какую-нибудь специальную. У нас есть шляпка легендарная. Но есть тут еще масочки классные именно для гориллы. А, для гориллы вот еще какая есть масочка. О, класс. Ну, все, мне нравится. А малыш пускай так будет бегать. Ну, все. А, папу нужно будет тоже подстать мамы. Нарядить, наверное, вот так. Ну, все, отлично. Мы теперь очень гармонично смотримся. Так, выходим из логова. Сразу начнем выполнять квесты. И по выполнению квестов у нас будет расти малыш, да? А, я еще самое главное забыла. Я забыла. Спать лечь в логове. Так, ложимся спать. Угу. У нас должен родиться еще один малыш. Да, все отлично. Угу. Так, и 10 тысяч очков нужно будет набрать. И вообще целесообразнее было бы играть за саму Герду. Наверное, на нее сейчас переключимся. Что-то я так растерялась, играя как будто бы впервые в Wildcraft. Так, ну все, побежали. Выполнять квест. И по выполнению квеста мы сразу наберем, наверное, нужное количество очков. Ну, я по крайней мере на это надеюсь. Там сколько за квестов нам дают? Так, здесь нам нужно 10 тысяч опыта набрать. За квест 15 тысяч опыта дают. Так что пойдем выполнять квест. Нам нужно 3... Так, так, это скунсы. 3 енота нам нужно. 3 енота и 1 лисичку. Поэтому ищем вот таким образом. Вон в той стороне. У меня они такие медленные. Так сложно за них играть. У меня скорость полностью прокачана. Гориллы очень медленные. Животные, да, все полностью прокачано. По максимуму. Единственное, что здесь, наверное, здоровье нужно подкачать, чтобы меня сразу не убили. Давайте немножечко нашей Герде здоровье подкачаем, потому что очень сложно будет на ней тогда играть. Так, 60 хотя бы поставим, да? Ага, ну все, уже как-то более-менее. И как назло, везде одни скунсы. Нет, так не пойдет. Нам нужно квест выполнять. Так, там кабанчик. Где наши лисички-то? Вот, енотиков нашла. Здесь всего 2 енотика. Нам нужно 3. Нужно будет еще потом поискать. Так, 2 енотика у нас есть. Отлично. Кушайте, кушайте. А вообще, ладно, логично было бы это все унести в логово. Может быть, получится. Так, давайте возьмем. Здесь всего 2 кусочка осталось. Давайте в логово отнесем нашему малышу. Потому что мы сами-то кушаем, а он голодный. Давай, кушай, 4 штучки тебе. Мне кто-то писал в комментариях, что можно у боссов взять траву. По-моему, я это уже делала, когда играла за лошадей, выращивала лошадей. И там очень много кусочков, и можно сразу практически вырастить малыша. Так, посмотрим, сколько у нас здесь. О, 60%. Поэтому давайте сейчас на берег сходим. Может быть, там лисичку застанем. Нет, здесь скунсы, к сожалению. Так, смотрим с той стороны. Включаем скорость. У меня такое впечатление, что я ее не включаю в скорость. Что она здесь вообще не включается. Никак. Такая медленная горилла. Может быть, потому что на таких низких уровнях я уже отвыкла играть. Так, и осталось нам только енота найти. И все. В принципе, и квест будет выполнен. Давайте все вот так оббежим с этой стороны. Спрятался один енотик здесь, за деревом. Ну все, отлично. Выполнили мы квест. Кстати, этот квест распространился еще на нашего детеныша, на Кага. 84% у него всего. Теперь отправляемся в логово. Ух ты, у нас кто-то еще и повысил уровень. Подождите-ка, давайте прокачаем. Так, Сэм, прокачаем тебя. Угу. И здоровье тоже. Так, Герда, а ты ложись спать. Должны у нас появиться сейчас маленькие, я не знаю, как малышей называть горилла, маленькая обезьяна, да? Так, давайте теперь, я надеюсь, что это будет девочка. Там же можно будет пол поменять перед сохранением. И дадим имя. Мне предлагали кого-то назвать Гандой. Ганда, как пишется, тоже не знаю. Надеюсь, что правильно пишу. Просто пишу, как слышу. Потом вы меня обязательно поправите. Так, это у нас будет девочка. Да, я могу здесь поменять пол. И сразу же мы поставим наш скин какой-нибудь. Будет похожа наша девочка на маму. Сыночек будет похож на папу, хотя лучше наоборот, конечно, сделать. А девочка на маму. Но она такая симпатичная, этот скин такой классный. Наверное, его, скорее всего, оставим. Все, сохраняем. Где наша малышка? Где наша малышка? Как всегда где-то потерялась. А, вот, возле дерева сидит. Вот, она маленькая. Вот, хорошенькая. Очень маленькая. Сыночек уже подрос побольше, да? По-моему, он размером. Или нет? Или такой же. Наверное, такой же. И посмотрим, там нужно нам до какого уровня дойти, чтобы еще одного малыша... А, ну, в принципе, до срокового уровня мы еще одного малыша можем родить. Ничего себе. У нас сегодня будет детский сад. Опять ложимся спать. И побежим выполнять квест, да? Да, е-е-е. Отлично. Все, у нас получается... Опять же, мы играем на маме. Снова. Переходим на середину и попробуем еще раз выполнить квест. Но здесь он не сложный. Здесь получаются у нас белочки, еноты и олени. Вообще, по-разному можно прокачиваться. Конечно, эффективнее было бы сходить просто один раз на босса. Ну, я хочу сделать два в одном. И квест повыполнять, чтобы ключики эпические получить от сундуков. Вот. И сразу и гориллу прокачать, да, немножечко хотя бы. И набрать необходимое количество опыта. Так, три у нас белочки готовы. Там вдалеке я вижу олени. Нам всего лишь один нужен будет. Но, скорее всего, второй прицепится, как обычно. Так. Кусь тебя кулаком по морде, да? Тут даже не кусь. Тут удар такой, знаете, сокрушительный идет. Ой, там еще олени, но они нам не нужны. Кажется, там... Это кто? Скунсы, да? Ага. Скунсы у нас не по квесту, поэтому мы их обходим стороной. Нам нужны белочки. Вот, вижу. Хвостики вверх. Это белочки. Отлично. Одна белочка. Достаточно. И, получается, осталось найти, как всегда, енотов. А вот два енотика. Нам надо три, как обычно. Так. Один и второй. Ну, второй сразу. Он убегать не... Ой. Я решила убежать, да? Так, прыжочек использовала вместо атаки. А может здесь поблизости все-таки еще где-нибудь есть еноты? Но я очень сильно сомневаюсь. Хотя, почему я сомневаюсь? Вот они самые еноты. Отлично. Мы выполнили этот квест. Да, я поняла. Сейчас мы пойдем в логово. Снова ляжем спать. И у нас родится еще один детеныш. Ложимся. Я даже не знаю, какой скин ему давать. Кто-то будет девочка или мальчик. Скорее всего... Ух ты! Маршмеллоу. О, какое имя классное. Оставляю. Мне очень нравится это имя. Будет это мальчик. Пускай будет мальчик-девочка, мальчик-девочка. Вот так по очереди, да? И давайте скин вот такой красный ему дадим. Хотя маршмеллоу у нас белое, да? В принципе, на маршмеллоу больше похож вот этот скин. А какие у нас еще светлые есть? Такой, но он мне как-то не очень. И вот такой. Пускай будет у нас контраст. Мальчика будет звать маршмеллоу, но дадим ему вот такой красный скин. Как ягодка будет выглядеть. И снова идем. Я уже вижу его. Он такой красное пятнышко. Точно как ягодка издалека смотрится. Вот такое милое создание. Ох, у нас уже целая семья. Полноценная, можно сказать, семья. Но не полная. Неполная по игре. Потому что у нас там еще нужно будет достичь 80 уровня маме и папе. Это уже совсем скоро. Сэм на 79, а Герзу на 78. Практически уже скоро у нас появится еще один малыш. Отлично. Слушайте, здорово. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре WildCraft. А с вами была Прика. И увидимся в новых роликах.